Добрый день! Перед вами копия HTC HD2 Leo. Это не стопроцентная копия. Единственное ее отличие от оригинала это отсутствие камеры передней и разъемчик mini usb он по центру, а не с правого края. В остальном полная внешняя копия. Выглядит практически так же. Присутствуют все необходимые надписи и все такое. У аппарата есть Wi-Fi, GPS, кстати очень хороший GPS чип. Отлично работает. И Bluetooth. На одну симку аппарат. Аппарат имеет гигагерцовый процессор. Сейчас мы его посмотрим, чтобы быть точным. Экран высокого разрешения 800 на 400. Где же тут? Потерял, потерял. Ну, на аппарате стоит Windows 6.5. Аппарат приходит без какого-либо установленного софта, просто голая винда. Ну, с одной стороны, это хорошо, можно под себя подстроить. Я, например, SPB Show больше люблю, чем Touch Floor HTC. У меня сейчас Touch Floor на Diamond 2. До этого я сидел с китайцем на SPB Show гораздо удобнее. Вот. Ну, автоматически подкачивает почту при необходимых установках. Кстати, у аппарата отличная камера. Что первая, что вторая. Сейчас можно сделать снимок, я его добавлю в описание. С автофокусировкой. Съемка, кстати, происходит, по-моему, так же, как и в оригинале. Так, мне же все-таки интересно, где тут те же видео. Ну, соответственно, вы под Windows Mobile ставите любые программы, которые вам необходимы. Все будет, а, вот, все будет работать. Hardware. 1024 МГц процессор, RAM Size 128, Flash Size 256. 480 на 800, прошу прощения, разрешение экрана. По умолчанию, там стояла виндовая клавиатурка, я ее поменял на более удобную. Теперь не нужен стилус для того, чтобы набирать текст. Это, по-моему, InterCaboard называется клавиатура. Очень удобная. Вот такой вот аппаратик. Еще раз. 4,3 дюйма. HTC HD 2, Leo. Windows 6.5. Почти полная копия. У аппарата в комплекте, приходит там, кстати, вот в такой коробочке. У аппарата в комплекте, это не в комплекте. Пленка тоже не в комплекте. Это все было отдельно. Какая-то гарантийка на китайском. Наклеечка. Дополнительный аккумулятор. На полторы тысячи миллиампер. Зарядничек. Наушники гарнитура. Также дата кабеля, он у меня сейчас вводкнут в компьютер. Вот. Собственно, и все. Дополнительно К аппарату можно прикупить чехол. Вот такой вот переходничок с мини-USB на 3,5 мм стандартный. И пленку для экрана, которая подойдет к этому аппарату. Собственно, вот такой вот аппарат. Работает достаточно шустро. Все свои функции выполняет. Еще раз повторюсь, у него отличный GPS чип. Ловит быстро. За спутники цепляется и не отпускает. Поэтому Навигация у вас будет всегда работать хорошо. В любом месте. Ну и плюс, если у вас есть покрытие И настройки соответствующие То Будут работать и Сервис пробок. Соответственно, через GPS Здесь 3G здесь никакого нет. Потому что аппарат китайский Стоит других денег. У него здесь максимум Скорость это 256 кбит. Edge Вот такой вот Аппарат.